Саша, у меня такой вопрос, много читал, много спрашивал и самому интересно, но при этом внутри себя не нашел такой ответ на вопрос, что такое истинная любовь. И сразу второй вопрос, и что такое любить? Ты зашел с козырей, с хорошим вопросом. Знаешь, насколько сложный вопрос, насколько сложный ответ, но, к сожалению, очень простой. На мой взгляд, истинная любовь – это умение видеть, понимать истину об этом мире. Вот смотри, все, что нас окружает – рыбки плавают, черепаха, бабочка. Этот мир не мог случайно вот так возникнуть. Есть организующий принцип во всем этом. И неважно, сторонник научной теории эволюции, или ты сторонник реационизма, или палеоконтакта, неважно, с чего ты сторонник, важно понимать, что то, как организован этот мир, та сложность совершенства и то, как одна частица прилегает к другой частице, знаешь, там атомные массы, заряды элементарных частиц, момент большого взрыва, который все делилось, вот все это как будто бы направлено неким универсальным принципом. И когда мы исцеляем наше сознание, что значит исцеляем? Устраняем травмы, устраняем разделенности, устраняем непонимание. Везде, где мы добавляем свет и исцеление, везде рано или поздно мы видим истину. И везде возникает любовь. Это вещи, идущие рука об руку. Как тебе еще более наглядно объяснить? Вот, чтобы два, три, четыре, пять, шесть, десять молекул стали тобой, должна быть некая организующая система, которая их увязала, и которая сообщила каждой клеточке, как ей делиться. Чтобы одна клеточка стала клеткой печени, другая клетка сердца, третья клетка мозга, четвертая клетка кожи. И появился ты. Вот этот механизм, который создает жизнь, который стремится к добру, который стремится к тому, чтобы ты жил счастливо. А на самом деле любое здоровое состояние – состояние счастья. Счастье – это просто здоровое состояние всего живого. Все стремится к солнцу. Растения тянутся к солнцу, все стремится жить вокруг нас. Вообще все учит нас к тому, что жизнь – самая высокая ценность, что добро и поддержание жизни, бережность, отсоединение, умение договариваться – это то, что позволяет жизни жить, это просто универсальный принцип. Так вот, когда мы исцеляем нашу разделенность, наши страхи, наши травмы, то мы прикасаемся к этому принципу жизни. И здесь нет ничего сверху, кроме того, что есть в исходном коде, понимаешь. В некотором смысле, когда мастера учат любви, они не учат дополнительному чувству, они учат тому, что зашито внутри всего живого, того, что естественно для человека, который прожил, возможно, свои травмы, свои страхи, который очистился от них и который просто может видеть ясно. Потому что в этом мире нет ничего, что не было бы любовью. И когда, конечно, слово любовь у нас ассоциируется с неврозом, с зависимостью, страданием, что, в принципе, все песни об этом, все фильмы об этом, да, о драме. И можно сказать, что это не любовь. Нет, это тоже любовь. Но это любовь очень искаженная. Это любовь очень пропущенная через много человеческих зажатостей, спазмов, стрессов, страхов и так далее. Но когда мы все это расслабляем, остается вот то чувство связанности, то чувство жизненности. Это тот универсальный принцип, который вообще все это создал. И здесь нет ничего дополнительного, понимаешь. Поэтому к любви вообще стремиться не надо. И безусловной любви стремиться не надо. Это то, что возникает побочно. Это вот как от цветка появляется аромат, да, цветок из себя его не выдавливает. Он естественный, да. Точно также есть человека, который прикоснулся к себе, который чуть-чуть смог утихомить собственный водич, собственный конфликт с собой, да. У него автоматически появляется безусловность. И это… Знаешь, как? У всех людей... На самом деле люди говорят – как найти это чувство? У всех мы людей в разных контекстах есть. Кто-то любит своего ребенка, безусловно. Кто-то любит своего кота, безусловно. Кто-то любит своего родителя, безусловно. Пройдя эти периоды зависимости, сепарации появляется эта любовь. Кто-то любит друга, безусловно. или лучшую подругу, и это и есть вот то самое, просто не во всех моментах оно становится тотальным, не во всех моментах оно становится безусловным, иногда это пережимается опять. И когда мы говорим, что мастер достиг его состояния безусловной любви, то на самом деле у него просто произошло, знаешь, как вот чаша весов, она в какой-то момент у него так вот уравновесилась, что он понял, что безусловно любить куда проще, выгоднее, чище и безопаснее, чем поддерживать внутри себя все эти страхи. То есть в какой-то момент просто критическая масса безусловности, критическая масса истины, она делает так, что ты уже больше не хочешь играть в драму, и тогда человек обретает то, что называется безусловной любви. Иногда нужно пострадать достаточно, чтобы уже понять, что хватит. Хватит, любить можно просто. И вот опять же, если брать, я таким потоком выдаю, вот если брать, знаешь, вещи, которые мы исходные, но которые мы потеряли, то есть два права исходных, которые мы потеряли, и которые никто не говорит. Это право любить, право быть любимым. Право любить и право быть любимым. У нас как? Если отношения есть, я могу любить, я могу быть любимым. Отношения разорвались, я больше не могу любить. И что самое противное, я больше не могу быть любимым. Я больше не могу себя чувствовать любимым, и поэтому мы так держимся, и такие неврозы, и такая вот боль вокруг любви возникает, потому что мы почему-то считаем вот этой идеей условной любви, что если от нас кто-то ушел или мы от кого-то ушли, то мы должны перестать себя чувствовать любимыми, что мы должны это потерять. Но все живое, все живое, оно от того, что от него кто-то уходит, оно не теряет это ощущение любимости. Это исходный код мироздания, это база, и здесь есть очень простой первый шаг, на самом деле он самый простой, безумно простой. Это когда ты просто направляешь свое внимание в свой центр, кладешь руку на дру, чувствуешь тепло от руки, чувствуешь поток, просто чувствуешь тепло от руки, выдыхаешь недавно, просто чувствуешь вот это пространство под своей рукой, и тепло ты чувствуешь, просто то пространство, которое там есть. И это пространство может тебе сказать о чем-то, ведь там так много всего вот там под твоей рукой, там эмоции, чувства, там жизнь, там сердце бьется, там дыхание, там все происходит. И там, если ты позволишь, ты почувствуешь эту наполненность, эту безусловность. Как что она похожа? Как дом, как то пространство, в котором ты принят без всякого специального какого-то, без необходимости это заслуживать. То есть ты внутри себя, как вот в том детстве, которое у кого-то было, у кого-то не было, в запасном детстве. Когда ты просто есть и все хорошо. И все, что на самом деле нужно человеку, это вернуться в состояние, то есть вернуть себе право любить и чувствовать себя любимым. И из этого вытекает право относиться к себе бережно, право создавать для себя бережные условия, право быть или не быть в тех отношениях, в которых хорошо или плохо. Право находиться в том месте, где хорошо, и не находиться там, где это разрушительно тебя. Вот с этого начинается здоровый процесс. А до тех пор, пока мы себя не чувствуем, то это внутреннее пространство не чувствуем, до тех пор, пока мы не позволяем себя чувствовать себя любимыми, пока мы не понимаем, что это наша первая ответственность этим заниматься, то абсолютно бесполезно о чем-то. Не согласись, какой-то там духовный сверху искать, или духовный снизу искать, или коучить отношения, делать бизнес. Это все настолько вторичные процессы. Люди похожи на людей, которых выгнали из дома, на бездомных, и которые пытаются на улице что-то изобразить, чтобы почувствовать себя хоть чуть-чуть в безопасности. Но наша первая задача – вернуться туда, где мы просто есть, безусловно, где от жизни больше ничего не надо, просто жить. Саша, благодарю. По-честному, мне сложно все, что ты сказал. Какой-то большой такой поток, который для меня, наверное, я хотел что-то другое услышать, не могу сказать конкретно что, но я только какие-то ниточки, что-то смог словить. Благодарю, что ты мне позволил и сказал там руку поставить. Я чувствую какое-то спокойствие, особенно в бесконечности и с домом. Такой вопрос задам. Вот я слышал, и мне нравится вот это понятие, но я его тоже до конца не понимаю. То есть любовь расшифровывается, в ведах, по-моему, хотя могло ошибиться, что люди в Бога веруют. Знаешь, во-первых, попробуй просто в качестве небольшого задания чуть-чуть, не знаю, в течение недельки перед сном хотя бы 30 секунд по две ручки положил, не вжимаешь, просто чувствуешь тепло и чувствуешь пространство под твоими руками и даешь место и время тому, что там происходит, происходить. Просто спокойно даешь этому пространству жить. Оно живое, оно чувствует, дышит, расширяется, там разные эмоции, текло, там разные процессы происходит. Просто давай этому подтекать. Происходить вот про квадражный чип, так же всему просто давай не остальное время. Это первое. Второе. Что касается, люди в Бога ведают или люди в Бога веруют, это, ну конечно же, такие, знаешь, некоторые эксплуатации вербальные, я не большой сторонник внутри всех игр с языком, потому что я как филолог понимаю, что вот такие першиповки, конечно, абсолютно антинаучные и вызывают очень большие сомнения в Бог правдивости. Но это мило, потому что это отрисует нас каким-то важным вещам. Действительно, Бог это же не человек, да, и не сущность, это универсальный принцип, да, универсальный принцип, который творит эту реальность. Это универсальный принцип заботы, соединенности, жизнефорности, благожелательности всего. И если человек открывается, вот с чего я начал, да, если человек открывается вот этой благожелательности, теме, да, вот теме жизненности, вот этому организующему принципу, когда он видит эту истину, то это и есть любовь, тут нет ничего другого. Смотри, вот как бы в моих знаниях, да, то есть как я вижу, что я есть Творец, ну как бы Бог и Творец, да, то есть назовем, я есть Бог. И как бы я, вот это, почему мне нравится, люди в Бога веруют, то есть это как, я сам себя верую. Ну, опять же, если ты находишь какой-то ключ, он хорош для тьмы. Вот понимаешь, когда, допустим, мастер Иисус говорил о любви, да, о принципе любви. А, о чем он говорил, на самом деле? Он не говорил о том, что есть что-то дополнительное для внешнего, да, которое нужно принять, поверить, хотя что-то произойдет. Он говорил о том, что я чувствую себя, и когда я вот здесь в этом внутреннем пространстве, внимание, да, то ты, то ты перестаешь быть отделенным от меня и понимаешь, что мы с тобой растем из этих корней. Вот здесь. И ты это понимаешь. И это истина. И вот это тоже, это Бог, вот это Бог, понимаешь, образуется сейчас. И вот когда взгляд открывается, вот эта истина о том, как мир устроен, это и есть любовь. Вот как бы и все. Более того, ты же понимаешь, прекрасно то, что как бы какие бы любви не накручивали вот этот парадокс, а вокруг любви вот эти невротические сжатости, да, там люди воюют, убивают, драмы разыгрывают. Любовь все равно, конечно, не будет торжествовать. Да, человек, не знаю, пережал, прибил кого-то, но нужно все равно прорастать. Да? Капуцуя, да? Через час просто земля, да? Напомню. Кровь через час – это уже просто земля, через два наней цвета и трава, через три она снова жила. Вот здесь то же самое. То есть как бы мы не пережимали эту любовь, она все равно прорастет сквозь нас. Как бы мы не закрывали наши сердца, как бы мы не боялись, мы не можем долго удерживать себя в закрытости вот этого универсального принципа жизни. И пока мы дышим, жизнь нас будет стучаться, расширять и учить нас чувствовать эту истину, эту соединенность со всем живым, этот принцип жизни. Как вот это совместить, когда люди говорят «я тебя люблю»? Они все-таки другое что-то подкладывают. Я думаю, я бы вот послушаю тебя что-то, но я так понимаю, да? Вот что я услышал, не знаю, там, о зрителе либо другой человек. Он что-то из нашего разговора, что ты сказал, другое вынесет. Я сейчас, у меня не складывается вот, например, кому-то сказать, я тебя люблю. Вот что ты подкладываешь? Даже не подкладываешь? Да. У всего высокого есть материальное проявление. У божественных вибрационных качеств, скажем так, у высших состояний энергии есть вполне себе понятные гормональные проявления. Обычно, когда два человека вступают в отношения, выпускаются некие гормональные конкурсы, когда вырабатываются эндохонины, карфины, серотонины, экситоцин. Много всего вырабатывается на разных стадиях. Что дает человеку это ощущение влюбленности. По сути, это некая демо-версия вот этого высокого состояния любви. Потому что, когда ты встречаешь, как говорится, отношения начинаются с фразы «мы не так похожи», а заканчиваются на фразы «мы такие разные». Тебе природа, она же жизнетворна, и она хочет, чтобы жизнь развивалась. Она тебе дает шанс. Она говорит, посмотри, вот этот человек, женщина или, может быть, друг, я не знаю, это все дружба, это тоже близкие чувства, вот эти твои родственники или кто-то. Вот они близки тебе. Увидеть эту слаженность, почувствуй вот этот единый процесс. Это демо-версия того состояния сознания, которое может быть, в принципе, тотально, постоянным. Но если человек не понимает, что эта демо-версия начинает с ней играть, то это становится неким наркотиком, в котором формируется зависимость от этого чувства, потом контр-зависимости, неврозы, пережатости, страдания, драмы и прочее. Когда человек говорит, я тебя люблю, и он действительно чувствует, что он влюблен или что у него есть уже любовь такая зрелая. Это нормальное чувство, потому что он таким образом говорит о том, что этот человек ему близок, он чувствует единство с ним, он чувствует Бога с ним. И действительно, Бог появляется каждый раз, когда мы чувствуем эту слаженность с природой, с человеком. Вот там Бог возникает. Тогда следующий вопрос. А из-за чего пропадает любовь, если это так прекрасно? Любовь, она не может пропасть, но наше внимание, наше сознание и все, что материально, у него есть свои циклы. У него есть не один... Знаешь, если пьешь клубнику, вот смотри, есть пьешь клубнику. У тебя вкусный вкус во рту, приятный вкус во рту. Но будет очень странно, если ты съел ягоду клубники и через час у тебя до сих пор вкус во рту. Через два, через три часа. В какой-то момент он станет у тебя, ну, уже раздражающим. Или ты просто к нему привыкнешь и адаптируешься. Это условие этого мира. Оно такое. С любовью все то же самое. Но проблема в том, что человек, он как делает? Он ест клубнику, если взять метафот любви, как и клубники. Он ее съедает, он боится, что у него больше не будет клубники. Он начинает всеми силами себе что-то вкалывать, чтобы чувствовать этот вкус. Потом он начинает страдать, что он все-таки пропадает. И получается адище в жизни человека. Вместо того, чтобы понять, что на планете растет много клубники, можно ее кушать. Это я сейчас не говорю про то, что нужно много объектов до любви. В общем, это такое слышу. Я говорю про то, что любовь – это не что-то, что можно зацементировать в вакууме. Это поток. Зацементировать в бетоне и упаковать в вакууме. Мне нравится очень идея о том, что чтобы прожить всю жизнь с одним человеком, нужно… По сути, люди, которые действительно прожили очень много времени вместе, они так или иначе совершают выбор этого человека каждый день. Они просыпаются и понимают, что да, это человек, они выбирают это. Очень в эзотерике тема выбора не популярна, потому что все хотят… Магическое мышление, так называемое, все хотят быстро и навсегда, долго и счастливо. Пришел мак, щелкнул пальцами – все заработало. Так не работает. В этой жизни ты можешь выбирать этот поток, можешь выбирать другой поток. Но от тебя нужен этот выбор. И ты точно так же первый выбор, какой ты делаешь. Ты внимание направляешь на разделенность или на близость. Второй выбор, который ты совершаешь, ты выбираешь, для тебя сейчас это желание или нежелание. Потому что вполне может быть так, что ты, допустим, вот встретил человека, у вас вот этот контур запустился, у вас есть любовь. Но потом ты чувствуешь… А это всегда, если это отсюда, то это всегда естественный процесс. Безапятный любви вообще не бывает, но это отдельная тема. Это уже там такие неврозы. Ты чувствуешь, что это внутри тебя трансформируется. И ты вместо того, чтобы хвататься за этот кускул веники, ты остаешься благодарен. Ты чувствуешь близость к этому человеку. Ты не думаешь, знаешь, как люди говорят, «Я пропадает любовь», и ты сразу начинаешь думать, «А он-то плохой, такой, сякой, пятый, десятый, она-то вот такая». Зачем это делать? Ты чувствовал близость. Сейчас, возможно, ты больше эту близость не хочешь выбирать. Но это не значит, что тебе нужно этого человека растождествляться. Почему ты должен прекращать его любить, если ты, допустим, не хочешь с ним дальше жить вместе? Ты можешь выбрать другое, но продолжать любить. Ты можешь не завершать любовь, потому что любовь, еще раз говорю, с гормональными переживаниями связана чуть-чуть. Это не то, что вот прямо самое то. Вот это то, что гормональное ощущение любви – это лишь мельчайшая часть. Просто она больше биологическая. Но ты можешь не прекращать любовь, даже если… Это выбор. Даже если ты с этим человеком больше не выбираешь быть вместе. Понимаешь? Подожди секунду. То есть можно делать выбор не выбирать этого человека? Смотри, ты каждый день несешь ответственность за то, закрыт или открыт ты для любви, и следуешь или не следуешь своим желаниям. Но любовь, еще раз, как истина о мире, она не нуждается в том, чтобы ее закрывали. Каждый раз, когда ты больше не хочешь быть с человеком, ты можешь сохранить поток любви, сохранить открытость, сохранить ощущение связанности, понимаешь? Остаться близкими людьми, остаться в этом. И на самом деле я просто в своей жизни заметил, что когда я позволяю себе любить тех людей, которых нет больше в моей жизни, не проще. Я понимаю, что я их люблю, и моя любовь даже, возможно, более чистой становится, потому что она больше не связана с людьми привязками. Мне даже радостно от этого. Я понимаю, что это противоестественно закрывать дверь в любви, если человека больше нет в твоей жизни. Сохрани с ним эту связанность. Не привязки вот эти невротические, а возможность отдавать им любовь. Возможность чувствовать себя любимым, потому что это тоже естественно. Если бы все не чувствовало себя любимым, то есть уместным в этой природе, оно бы все не могло расти. Да. Прямо на днях познакомился с девушкой. И что-то как раз разговаривали про выбор. И она в подтверждение, что ты мне про выбор сказал, когда мне что-то отражается, мне мурашки идут. И она говорит, я была в Грузии, и там познакомилась с парой, прям взрослой. Я могу соврать, но 70 лет. И у нее глаза светятся. Они смотрят тут на друга. Она говорит, расскажите секрет любви. И мужчина сказал, я каждый день выбираю партнера, свою жену. И мне как-то не было до конца понятно. Я думаю, так прикольно, но каждый день выбираю. Ты вот сказал, ты еще более открыл. И вот следующий вопрос. Как это на примере? Как это еще? То есть выбирать. Может быть, Сашку подробнее. Плюс еще вот эту тему, которая мне вообще сейчас пока не понятна. Как можно не выбирать, выбирая? Да. Ты может на этом заостриться? Может быть, как-то на примере? Может быть, ты на своих отношениях? Ну, да. Ну, смотри, во-первых, это все о чем? Это о том, что мы постепенно перестаем быть вот этими детьми, которыми, знаешь, что-то не то, и они начинают руками махать и бить. Да, мы немножко взрослеем и начинаем к любви относиться серьезнее. И вот тема выбора, она показывает то, что мы взрослеем, и это хорошо. То, что мы учимся выбирать. Как это на примере? Вот ты встречаешь человека, и у тебя есть приятные ощущения в теле. Да. Это твое ощущение, оно твое, оно у тебя происходит. Да. Ты чувствуешь себя как-то особенно. Неважно, есть этот человек рядом с тобой или нет, но сам факт того, что он где-то есть, делает тебе, ну, как бы, открывает в тебе возможность для особенного состояния. Это твое состояние. Это дар от природы, от Бога, от мира тебе. Тебе в этом хорошо. Когда ты, допустим, с этим человеком будешь разручен, если ты будешь разручен, вопрос, нужно ли тебе уходить от этого хорошего состояния. Что тебя заставляет закрываться и говорить, теперь все плохо. То есть, почему мы это делаем? Вот это вопрос для, ну, поисследовать внутри, нужно ли это делать. Если человек, более того, отношение к этому человеку, если он делает что-то не то, то вопрос, зачем тебе изменять отношения, устранять это чувство слаженности с ним. Зачем это делать? Это похоже на ребенка, знаешь, которого там игрушку не дали, он ее и ломает, чтобы никому не досталось. Вот так же и мы, если у нас что-то не складывается, мы пытаемся разрушить живое. То, что на самом деле вообще как бы не заслуживает того, чтобы это разрушали. Поэтому самый простой пример, он очень простой, бытовой. Это каждый раз, когда ты находишься в общении с кем-то, кто тебе приятен, попробуй подумать, вообще нуждаешься ли ты, нуждается ли вообще природа, и нуждаешься ли ты в том, чтобы закрываться, когда ты с этим человеком расходишься. Вот я прям конкретно с тобой сейчас, я смотрю на тебя, слушаю тебя и так, задам вопрос, правильно ли делаю, я прям сижу и такой, я выбрал, что я пришел к тебе, я выбрал этот вопрос, я выбрал слушать тебя, и мы как будто создаем друг друга, и сейчас это все такой живой, настоящий процесс. Можно назвать это любовью? Да, это первое, это вот эта слаженность. И второе, смотри, допустим, если у тебя завтра возникнет интерес к какому-то другому направлению или учению, то вопрос, то состояние потока, которое было сейчас, нужно ли его обесценивать, если тебе понравится что-то новое, или ты можешь сохранить связь с тем, что мы сейчас здесь сотворили, и спокойно открыться новым. Более того, если ты захочешь завтра продолжить общение, ты можешь прийти, а если ты захочешь завтра пойти дальше, ты можешь пойти дальше. И это никак не повлияет на тот результат, на ту любовь, которая здесь создалась, понимаешь? То есть она от этого не обесценится. Ты можешь выбрать другое, я могу выбрать другое, но это святое, то, что здесь происходит. И вот это и есть ответственность выбора, потому что, смотри, ответственность выбора подразумевает, что ты живой и я живой, и то, что между нами тоже живое. И это значит, что ты завтра можешь измениться, и я могу завтра измениться, и вот это может во что-то видо измениться. И если ты будешь от сегодняшнего завтра принимать решение, ты будешь, знаешь, как дерево рубить. То есть ты будешь сопротивляться себе живому, или мне живому, или вот этому третьему живому. Но если ты завтра просыпаешься и обнаруживаешь, что ты выбираешь и хочешь, твои желания, твоя жизнь, смотри, желание и жизнь, это одно и то же. То есть твое живое, мое живое хочет продолжить вот это дерево выращивать, то мы будем его выращивать. Вот это и есть ответственность, понимаешь? А если ты почувствуешь, что ты хочешь чего-то другого, то ты придешь и честно скажешь, да? И мы не будем рубить это дерево, мы его оставим, оно будет расти дальше. Вот как бы разговор об этом. И на самом деле, если действительно в отношениях есть такая свобода, то вот та любовь, которая в этом вырастает, она практически бессмертна. Вот это дерево, которое, условно, рождается в свободе и в чистом желании, оно будет расти дальше. Когда мы говорим об отношениях мужско-женских, то на самом деле нет большего секрета, наверное, для долгосрочных отношений, чем вот такое предоставление свободы. Потому что оно создает пространство, в которое хочется возвращаться. У меня сейчас образ возник, что мы с женой, и каждый день он насадит дерево. Ну, это само как дерево. И получается, в конце жизни целый сад, лес, джунгли. Да. Понятно. Вот этот образ... И наоборот, когда мы пережимаем свою жизнь, всю жизнь другого, то она начинает искончаться внутри, и потом происходит то, что в жизни обычно происходит. Ведь все драмы, скандалы, потому что жизнь, она изнутри, когда мы совсем засыпаем, знаешь, когда мы не делаем то, что мы хотим, не даем внутренней жизни течь, она просто прорывает в какой-то момент, и появляются все эти измены, конфликты, страйк, и здесь только один момент есть, это понять, что ты живой, другой человек живой, и что, возможно, на разных этапах вам нужно чуть-чуть больше пространства, чтобы раскидывать ветки, чтобы дышать, чтобы чувствовать, да? И если действительно пространство и время друг для друга, для жизни друг в друге будет, то тогда не будет причин уходить из этих отношений. Кроме одной причины, если жизнь у нас для одного человека, на самом деле, это чаще всего одновременно, чтобы не почувствовало, что сейчас нужно идти дальше в сотрудничестве. И такое тоже бывает. И вот это и есть ответственность. Ответственность, которую другие считают безответственность, на самом деле, это высшая ответственность перед Богом. Услышать жизнь внутри себя, услышать жизнь внутри другого человека и не разорвать любовь, а просто, возможно, ну, действительно вот это отпустить, то, что называется, да, вот это популярное слово отпустить. Даже не то, что отпустить, как выгнать, а отпустить, как дать простор, и не закрыть свою любовь к этому человеку. Да, ты хочешь другого, но я знаю, что когда я люблю тебя, я лучше себя чувствую. Поэтому зачем мне прикрывать поток любви к тебе? Я знаю, что когда между нами есть эта связь, и когда я чувствую себя любимым, мне хорошо. Зачем мне отказываться от этого чувства? Да, возможно, тебе нужно раскинуть ветки, возможно, тебе нужно жить свою жизнь. И я знаю, что мне будет какое-то время тяжело, потому что я всего лишь человек, и у меня есть эти все привязки, страдания, переживания, это все ерунда, человеческая. Но я точно знаю, что если я перелублю поток чувствовать себя любимым и любить, вот эти два потока, то вот этого никто не выиграет, и я тоже. А так это будет меня питать, и так это будет настоящим человеком в моей жизни. Поэтому, знаешь, я могу сказать, что спустя разные периоды страданий, достаточно бывают очень такие затяжные, я все равно подхожу к идее о том, что все женщины, ну и все наши друзья, которые были в моей жизни, с которыми мы расставались и по-разному, в конечном итоге там стоит все любовь. Я действительно счастлив, что эти люди были, возможно, я с ними не общаюсь сейчас, но мне... я действительно чувствую, что я им любимые, и я их люблю. Это хорошо. Ты знаешь, Саша, что ты сейчас говоришь, и я вспоминал, также по флешбекам отношения, друзья, там даже с родителями какими-то. И вот я позволяю, да, я, понимаешь, открылся, и я смотрю, как эти все деревья, сапи, и он так, так, знаешь, и он прям расцветает. То есть я сейчас оглядываюсь, а там реально сад. А я из-за чего-то, то есть, ну, выжигал, да, да, прям, закрыт-закрывал, то есть мантий, сам, сам отворачивался от этого сада, то есть, да, вот, но... ты понял все, о чем я тебе хотел сказать, о том, что любовь, это вот эта жизненность, это вот этот сад, это вот то живое, что когда-то было создано. Если тебе была дана демоверсия, ввиду любого, дружбы или отношений, но не руби ты это дерево, поставь ему дальше, то стоит. Высаживай сад дальше, вот это и есть та истина. И вот это можно почувствовать здесь, если ты финишировал, понимаешь, потому что там этот сад, и там эта свобода, и там эта жизненность, и для тебя. Саша, этого достаточно? Да, потому что мы с тобой посадили дерево, наши встречи, наши дружбы, нашим разговором. Продолжим дружить, развивать наш сад, как сказать, благодаря твоим семенам, я буду развивать дальше свой сад, и жить в любви. Сейчас такое какое-то состояние, знаешь, такое блаженное, здесь где-то что-то, какие-то вибрации, поэтому, в общем, сад, благодарю тебя, мой друг. Спасибо, дорогой. Да, ты классный, ты правда, здоровский. Да, я так признаюсь, если честно, я к тебе ехал с таким, немного сомнением, думаю, что чувствуется, какой-то там парнишка, просветленный, такой, я прям, у него тут правда, я немного так и боялся, и внутри как-то, и страх такой, вот это чувство, да, я побольше его, наверное, знаю, ну, сейчас, ну, посмотрю, что он скажет, вот, и как раз, вот это и есть разобщенность, какое-то неравенство, то есть, я уже приехал, как бы, к тебе с позиции сверху, то благодаря твоим словам, что ты мне сказал, что ты меня выровнял, да, у меня эмоции, сейчас такие, знаешь, такие настоящие, заклёстывают, просто, низкий поклон тебя, да, еще раз позволь, спасибо, ну, просто закончим, нашим, пока-пока, все просто круто, Сань, палачок, чай, будешь, давай, чай, на самом деле, у нас есть очень простой выбор, в каждый момент, это тоже выбор, мы не можем относиться к любому человеку, который есть в нашей жизни, или к любому явлению, к любому пространству, где мы находимся с позиции дара, и быть благодарным за то, что приходит, принимать, что не что-нибудь благодарное, принимать, про себя, вот, я вспомнил такой вопрос, я говорю, вот, если встречаешь девушку, и не совсем чувствуешь, то есть, что это как бы она, и не совершаешь выбор, то Саша сказал, что вот про, мне понравилось, про, ну, даже если, условно, не все твои клетки откликаются на этого человека, но это значит, что, возможно, это не вся история на всю жизнь, да, для тебя, и, возможно, там, место, или работа, или человек, да, не на все твое, не полностью тебя включает, но у нас есть выбор, мы либо благодарим, принимаем и впускаем эту возможность, все равно быть, ощущать эту связанность, эту любовь, принимать дары от этого человека, либо мы всю жизнь живем в позиции, это не тот, это не та, эта ситуация не та, эта работа не та, и так далее, и тогда мы никогда не будем ничего получать, потому что мир, он не всегда дает нам, сыпать нас вот так, дарами сверху донизу, чтобы мы целиком намокли, иногда там кончик пальца у нас, вот резонирует, да, но это тоже, это тоже дар, и это, опять же, либо мы везде принимаем дары, либо мы везде создаем претензии, и это выбор людей, и это очень важный, ответственный выбор, который показывает человек, ну, на самом деле взрослеет или нет. Вот еще такой вопрос у меня. Давай. Саша, смотри, если один человек, например, пара, и один из партнеров к другому предъявляют претензию какую-то, говорит, у тебя здесь что-то не то, у тебя здесь что-то не так, а второй, это, он такой, не понимает, откуда к нему претензия приходит, то есть, он как бы его возмущает, то, что он вроде бы, ему кажется, что он делает все хорошо, а на самом деле, и вот у него это непонимание, и из-за этого он возмущается, он не понимает, почему к нему претензии предъявляет. Вообще, идея претензии, она любительная, и тот, кто предъявляет претензию, он несет стопроцентную ответственность, то есть, про реакцию второго человека вообще даже не говорим, потому что это, это вопрос его ответственности, но сам факт претензии, это абсолютно не жизнеспособная модель, то есть, есть такая классическая психология вещь, привет Лоховскому, это я сообщение, ты сообщение, когда ты говоришь о чувствах, ты говоришь о себя, ты говоришь о том, что ты чувствуешь, а если ты говоришь о том, что ты делаешь что-то неправильно, то ты какой-то не такой, то это тупик, здесь можно, в принципе, на самом деле, есть только одна здоровая реакция на такое сообщение, просто сказать стоп, и отойти в сторону, то есть, до тех пор, пока человек не успокоится. Получается, что все равно, этот человек, которому говорят претензии, он же притянул ситуацию в своей жизни, он ее создал сам. Вот это вот, я про это как раз подумал, у нас есть, в нашем сознании, очень много вот этих евротических установок, что, допустим, если человек орет на тебя, ему плохо, ему нужна любовь, или если человек, не знаю, тебя обижает, значит, его со мной недолюбили, его нужно там затискать. Это фразы для ресурсных, здоровых людей, которые уже свою психику восстановили, да, и тогда они могут немножечко понянчиться с человеком, который, но для того, чтобы стать ресурсным, здоровым человеком, нужно хотя бы начать выздоравливать, а начать выздоравливать нужно одним, возвращением в себя одного права, быть там, где ты хочешь, и не быть там, где ты не хочешь. И если для тебя ситуация противоестественная, то есть тебя отрицают, тебе говорят, что ты не прав, это не значит, что нужно опять закрыть поток и двиг человеку, или перестать чувствовать себя любимым, это значит, что нужно сделать абсолютно здоровый момент, просто от этих сторон, если человек вот так тыкает, то через 15 минут ты скажешь, ну как бы, то есть от этого твои отношения, на самом деле, ко мне может не поменяться, ты просто, ну, может быть, я не знаю, может быть, у меня так принято было, но это неприятно. И вот это все надо убрать, вот это все, жертвешь и жалостись, или человек уже плохо, нужно понять, держать, нет. Вот это потом, это более того, потом, когда вы будете в своем ресурсе, в своей силе, если это возникнет в вашей жизни, у вас это появится само, будете надевать такую шапочку доктора и говорить, так, 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 ты болен, все, ложись, отдыхай, сейчас тебя позабочишь, сможешь тебе налить в мишку. Это в ситуации, если вы в ресурсе, но проблема в том, что люди не в ресурсе, люди, по сути, располовененные, в созависимых отношениях, друг друга еще больше вцепляются из чувства жалости, из вот таких убеждений, которые ты осознавал. Это значит, я притянул эти кармические отношения, почему со мной так плохо, или мне так плохо с этим человеком. Так вся причина кармы в том, что ты не смог выйти в свободу, что ты не можешь сказать нет, в этом это и есть твой кармический урок, почувствовать себя. Вообще, карма, это вся базируется на эмоциях. Эмоции, которые создают кармические связки, это всегда созависимости. Выход из любой кармической ситуации это обнаружение своей целостности и как бы своей независимости от этой ситуации. Вот потом будет уже этап взаимозависимости. Но сначала должно быть этап независимости. Сначала сделай шаг в сторону, найди свой центр, а дальше лечи другого. Пока ты сам себя не вылечил, нет смысла играть в Господа Бога, это называется гордыня. Я сейчас пойду спасать всех и вся, бедные, обездоленные, несчастные, это меня истерит, наверное, мне нужно потерпеть. Или я такой плохой, потому что у меня карма такая. Ни то, ни другое, это полная чушь. Это вот, ну, если серьезно говорить, сначала исцели себя и хватит с тебя. Спаси себя и хватит с тебя. Среди фонс Розер. Даже как смотрят, сначала надень маску сирены, потом... А вот это очень сильно, поймите, нет другой кармы и нет другого притяжения, кроме как вот этих очень вязкие эмоции вина, жалость, долг, стыд. Вот это и есть то, что создает карму. Вот эти липкие эмоции, страх. И люди в них еще больше как в воронке засасываются. Там нет такой кармы, чтобы выстрадать с человеком и тогда-то у вас появится счастье. Вытерпеть человека и тогда-то появится счастье. Нет, у нас не концентрационный лагерь отношения. Я знаю, есть ситуации, когда человек в отношениях учится любить. И здесь это другая история. Это редко бывает, когда у человека жизненный урок любви, сострадания, милосердия. И, возможно, у него рождается иногда ребенок, который требует повышенной заботы. Или у него партнер по отношению. Но в большинстве случаев, в большинстве случаев такие уроки, когда там партнер по отношениям, например, у меня приходит ситуация, женщина рассказывает, например, вот, у меня муж, это были очень деструктивные отношения с самого начала, но потом она еще стала инвалидом, и это еще стало хуже. И я теперь, то есть, ее жизненность, ее вообще, ее право жить, оно с каждым годом уменьшается, уменьшается, уменьшается. И нету такой духовной задачи, чтобы дотерпеть до смерти. Бог такого не хочет. Бог хочет, чтобы ты почувствовал себя, почувствовал свой источник, почувствовал свою свободу, почувствовал свою взрослость и возможность выбирать. И мы здесь все, мы здесь все в равных условиях. Да, в том плане, что мы должны сначала хотя бы хоть что-то сделать с тем, что у тебя действительно в ответственности. Твое тело, твоя жизненность, твое счастье, твое здоровье, твое вообще нормальное состояние. А потом уже заниматься выстраиванием отношений. Да, если от вас здесь зависят дети или пожилые родители, человек, который рядом с вами, то так возможно. Если вот именно они зависят именно по медицинским показаниям, то здесь нужно подумать. Может быть, принять сиделку, может быть, делать какой-то минимум, может быть, еще что-то сделать. Но если вокруг вас все здоровые, взрослые люди, то нет ни одного, ну как здоровые, хотя бы более-менее социально нормальные, то здесь нет ни одной причины, почему нужно отрицать себя, отказываться от себя и вот участвовать во всей этой... Мантра новая, кармы нет, кармы нет, есть выбор, выбор, выбор. Есть карма, а есть выбор. И это два принципиально разных клана людей, которые живут в идее кармы и на самом деле они живут в колесе страдания, в сансаре. И люди, которые живут в выборе и в ответственности. Супер. Эмоции – это то, что работает в контексте, то есть это система оценивания контекста, они без контекста не возникают. А чувства – это наш внутренний поток, это, скажем так, бесконтекстные процессы, потоки внутри нас, это наша жизненность. И в этом плане эмоции тоже это очень важная система понимания того, вы сонастроены со своим внутренним потоком или нет, потому что эмоции всегда показывают нашу реакцию как на внешние проявления, так и на наш внутренний поток. И если мы оказываемся в ситуации внешне не соответствовать нашим чувствам или нашим желаниям, то есть нашим внутреннему потоку жизни, то эмоции выдают негативную эмоцию. То есть это просто система, показывающая слаженность или неслаженность. В некотором смысле представьте, что есть вы в лодке, в реке, и вот если вы плывете спокойно и быстро, у вас какая эмоция? Радости, да? Потому что то, куда вы плывете, ваш контекст, ваше окружение, направление вашей лодки соотносится с потоком реки. Но если вы разворачиваете реку и вас начинает шатать лодку поперек реки, то у вас эмоции страха, недовольства. Эта эмоция показывает то, что вы развернулись против своей жизненности, которой есть поток реки, против своих истинных желаний, против своих чувств в том числе, да? И поэтому в этом плане, вот кстати, да, почему у человека возникает страдание, о чем мы говорили? Когда ты расстаешься с человеком, твои чувства к нему никуда не пропадают. Но когда ты разворачиваешь свою волю и свои мысли поперек этим чувствам, ты чувствуешь страдание. Вот поэтому человек при расставании страдает, чувствуется опустошенным и так далее. Почему люди вообще страдают? Потому что они разворачивают свои мысли против идеи того, что они любимы. Каждый человек рождается и его здоровье зависит от возможности чувствовать себя любимым безусловно, просто от того, что ты здесь. И дети этим обладают, по крайней мере в начале. И просто они чувствуют, что ну я пришел, ну все хорошо, я любим, я нужен, я даже нет этих слов, просто я вот я, да? И нормально все. А потом, когда наши мысли разворачиваются поперек этого, и мы начинаем думать, я никому не нужен, я это, вот эти эмоции страдания возникают. Против естественного потока, а естественное чувство внутри человека, я любим, я люблю, все хорошо. Потому что это, это условия жизненности, это условия того, что мы вообще живем. Это условия нашей психической, физической здоровья. А когда мы разворачиваем свою волю, свои мысли, свои конструкции против этого потока, то, конечно, мы получаем болезнь, потому что лодку рано и поздно переворачивает. Сначала эмоции, потом это становится уже состояниями такими затяжными, и все. Вплоть до того, что лодку переворачивает, и ты сдаваться и отправляешься к жизни. Не доводите до этого, сдавайте из жизни. Аж как? Не доводите до этого, сдавайте из жизни. Класс. Благодарю. Продолжаем. Да, и вам очень ценный вот этот ответ.